60-летию полёта первого искусственного спутника Земли посвящается. В Калуге в Музее истории космонавтики хранится уникальный экспонат. Эта ракета «Восток» в случае отказа основной должна была вывести первого человека в космос. Это технологический дублёр ракеты «Восток» Гагарина. Ни модель, ни копия. Подлинный экземпляр. Но интересно, что полёт Юрия Алексеевича для «Востока» был 17-м. А до этого эта легендарная ракета успела вывести в космос первые межпланетные аппараты. Луну-1, Луну-2, Луну-3. А ещё «Восток» — это «Белка» и «Стрелка» и первые советские военные и телекоммуникационные спутники. По сути, «Восток», переживший четыре модификации, отличался от боевой ракеты Р-7 лишь головной частью. Но это не помешало этой легендарной ракете отправиться со стартовой площадки в космос 164 раза. И последний свой полёт «Восток» совершил 28 августа 1991 года, когда уже рушилось то государство, которое породило это технологическое чудо. Но вот он, каприз истории. В 68-м появляется следующее развитие легендарной Р-7 — ракета «Союз». И именно она до сих пор остаётся единственным средством доставки человека на околоземную орбиту. И так уж суждено было случиться, так распорядилась история, что именно «Союз» — наследник легендарной Р-7 — открыл очередную новую страницу в космической истории человечества, став первой ракетой, которая стартовала с абсолютно нового космодрома «Восточный». «Восточный» стал шестым космодромом, откуда стартуют российские носители. Капустин-Яр, Байконур, Плесецк, Ясный, Куру, площадка во французской Гвиане. И вот теперь тот старт, с которым наша космическая программа связывает своё будущее. Ну а географические преимущества площадки очевидны. Траектория полёта носителей после старта проходит над безлюдной тайгой и океаном, так что падающие, отделяющиеся ступени или аварийная ракета не нанесут большого ущерба ни природе, ни человеку. Конечно, известно, что чем южнее расположен космический старт, тем больше энергия вращения Земли помогает носителю оторваться от поверхности и выйти в околоземное пространство. И, конечно, в этом смысле «Восточному» трудно конкурировать с Байконуром. Однако по сравнению с тем же Плесецком, расположение этой площадки куда выгоднее, что позволяет запускать как спутники, автоматические аппараты, так и пилотируемые корабли. Новый космодром находится на широте Воронежа, южнее Москвы на 500 километров, но восточнее на 7500. Если в среднем темпе, это неделя пути на машине. Вообще по России лучше перемещаться на кроссовере с запасом дорожного просвета, учитывая непредсказуемость наших дорог. Причем автомобиль нужно выбирать надежный, но простой и с экономичным мотором. И дело тут даже не в экономии денег, просто есть еще у нас дороги, где заправок по 300-400 километров не сыскать. Неплохо иметь еще и вместительный багажник, приличную эргономику и комфортную подвеску, поскольку ехать на такие расстояния значит жить в машине. Subaru Outback и Forester полностью оправдали наши надежды в этом смысле. Именно на них мы отправились на Дальний Восток и ни разу не пожалели о выборе. Кстати, когда в столице было еще плюс 18, в Амурской области уже выпал снег. Вот тут и весьма актуален оказался полный привод. Опять же, с нашей точки зрения, это тоже обязательный атрибут автомобиля для путешествий по нашей стране. Когда восточные только начинали строить, некоторые ретивые пропагандисты использовали в своих публикациях обороты, подобные следующим. В глухой тайге, в нетронутых лесах и так далее и тому подобное. И действительно, у читателей и у зрителей складывается впечатление, что космодром, новый космодром страны, строится буквально на голом месте. Но! Если вы окажетесь здесь, или хотя бы посмотрите на карту этой местности, то подобная иллюзия тут же разрушится. Дело в том, что тут хватает больших и малых населенных пунктов. Более того, рядом с космодромом существует старый город Углегорск, а неподалеку от него город Свободный, который ведет свою историю со строительства Транссибирской магистрали, то есть с конца 19 века. А еще, когда даже не было трассы Чита-Хабаровск и в проекте, здесь уже была хорошая дорога, по которой возили все необходимое для дивизии ракетных войск стратегического назначения, которая базировалась на том самом месте, где сейчас строится космодром Восточный. В 1996 году на месте той самой ракетной дивизии было принято решение строить космодром, только назывался он тогда Свободный. Таким катализатором этого решения стало разделение, распад Советского Союза и то, что Байконур остался в Казахстане. Судьба тогда договора аренды была еще непонятной, и было принято решение обойтись собственными силами, создав свою площадку. Космодром этот просуществовал до 2007 года, и за все это время, за 10 лет, было произведено всего 5 пусков ракет легкого класса, работавших на ядовитом топливе, на гептилии. И ракеты эти вывели на орбиту израильские и американские спутники. И в 1997 году было принято решение все. Тема космодрома Свободный закрывается. И то, что мы видим сейчас, это уже фактически третья жизнь одной и той же площадки. Продолжение следует... Остатки тех двух прежних жизней ракетной дивизии Старого космодрома сейчас здесь, на Восточном, нужно еще поискать. Шахты взорваны. Они больше никому не нужны, ведь с ракетами, которые летают на гептилии, здесь работать не будут. Вот все, что осталось от старого локомотивного депо и склада горюче-смазочных материалов. Опять же, эта инфраструктура уже свое отжила, отработала и совершенно не соответствует стандартам сегодняшнего дня. Ну, согласитесь, зачем нужен огромный дом под ЭВМ с системой охлаждения, если то же самое решается простым компьютером, лежащим на письменном столе. Так что создателям космодрома Восточный пришлось столкнуться с серьезной проблемой. Абсолютно все стартовые площадки, монтажно-испытательные комплексы, лаборатории и даже офисные помещения пришлось создавать с нуля, уже основываясь на требованиях 21 века. В отличие от других космодромов наших, которые строились в бывшем Советском Союзе, которые начинались с Колышка, с Палатки, здесь, на космодроме Восточный, было принято решение строить космодром на месте расформированной дивизии РВСН. Что здесь в этом случае помогло? Это инфраструктура городка Углегорск. Это частично были проложены дороги. Это частично были проложены железные дороги. Также здесь электричество было уже подведено, так как на месте стояла дивизия. Поэтому легче или труднее было строить, трудно судить, но мы возникли вот такие технические комплексы, стартовый комплекс, инфраструктуру космодрома. Это у нас метеорологический комплекс достраивается. Проложены, я уже говорил, железные дороги и, соответственно, построены вокзалы. В будущем, куда будут доставляться сотрудники, железнодорожным транспортом. Строительство нового космодрома началось в 2012 году. Его площадь определили в 700 квадратных километров. И первым объектом стал стартовый комплекс под ракеты «Союз», строительство которого закончилось в апреле 2016 года. По сути, он повторяет те конструкции, что уже стоят на Байконуре, в Плесецке, в Куру. Да и не может быть иначе, ведь конфигурацию и оборудование стартовой площадки диктует конкретный носитель. Так что в основе этих стартовых комплексов проект, утвержденный Сергеем Павловичем Кролевым еще в 1955 году под бабушку современных Союзов баллистическую межконтинентальную ракету «Р-7». Но на Восточном есть важное дополнение к этой уже отработанной конструкции. Мобильная башня обслуживания ракет на стартовой площадке – это, пожалуй, визитная карточка космодрома «Восточный». Самый распиаренный его объект и заслуженно. Ведь что происходило до этого? Бойцы расчетов на всех космодромах страны готовили ракеты к старту на открытых площадках. На высоте, на ветру, под снегом, под дождем, на морозе. И, я думаю, это символ не только космодрома «Восточный», а и нового витка в развитии отечественной космонавтики в принципе. Символ новых подходов к запуску и подготовке ракетной техники. Я думаю, что вот этим устройством сильно позавидовали бы расчеты на Байконуре, где тоже зима, мягко скажем, не жаркая и тоже достаточно ветрена. Но будущее все-таки отечественной космонавтики связывается именно с этой площадкой, с космодромом «Восточный». И при его создании был учтен весь как позитивный, так и негативный опыт, накопленный при строительстве ворот в космос не только в СССР и России, но и за рубежом. Разбросанная по площадкам инфраструктура – беда большинства космодромов, которые развивались эволюционно. Появлялись новые технологии, новые типы носителей, и их пытались интегрировать в уже существующую схему расположения объектов. Достраивать, перестраивать, адаптировать. Простой пример. Если хранилища комплектующих, скажем, находятся отдельно от сборочной площадки, то тогда нужно обеспечивать пути доставки, класть железную или автомобильную дорогу. Каждому зданию нужны свои коммуникации. Открыл лишний раз огромные ворота зимой, и вот уже энергетические потери. Но если структура создается с нуля, решить эту проблему можно. Так было и сделано на «Восточном». Зайдя в здание в одном конце технического комплекса, можно попасть в любые помещения, в любые монтажно-испытательные комплексы, не выходя на улицу. Все под крышей, все под температурой той, которая необходима для сборки составных частей и ракет космического назначения, аппаратов и разгонных блоков. Пожалуй, один из самых важных, можно даже сказать, революционных решений, которые приняли создатели «Восточного». Это объединение условно под одной крышей всех площадок, так или иначе задействованных в подготовке космической техники к запуску. Вот туда, в тот корпус, приходят компоненты того, что потом должно собраться воедино от разных поставщиков. Затем, это изюминка проекта по вот этой галереи, которая связывает все комплексы друг с другом. На таких вот мобильных платформах-трансбордерах эти самые компоненты попадают на нужную площадку. Таким образом, во-первых, снижаются радикально риски повреждения этих самых дорогостоящих узлов и агрегатов при многократной перегрузке. А во-вторых, логистика упрощается до минимума. Теперь вот этой всей системе для того, чтобы сработать, нужно преодолеть десятки, сотни метров. О прежних километрах речи уже не идет. Площадь всего технического комплекса более 70 тысяч квадратных метров. Чтобы было нагляднее, это 10 футбольных полей. Левое крыло – монтажный испытательный комплекс носителей. Правое – космических аппарат. Предусмотрено хранение составных частей изделий. Соответственно, здесь же предусмотрено для этого хранилище даже обмывочная галерея специально. Называется тепловой танк. То есть именно любой контейнер, любой изделий, оно пребывает в контейнерах или в железнодорожных агрегатах. Этих контейнера моются. Специально там есть помывочные агрегаты. Следующая здесь заправочная станция, допустим, здесь сделана прям непосредственно в пределах технического комплекса. То есть не выходя с территории технического комплекса, любой, ну в данном случае это космический аппарат или разгонный блок, можно будет заправлять прямо здесь на территории. С одного здания, грубо говоря, переезжает изделие на заправочную станцию, заправляется и также возвращается обратно. Взят опыт трех космодромов. Это и Плесецкий, Байконур, и Гвианский космический центр, где мы участвовали. То есть положительный опыт взят. Здесь очень многие новинки, так скажем, используются в космической отрасли, в том числе трансбордерный агрегат, который здесь установлен, то есть предназначен для транспортирования изделий внутри комплекса. Многие здесь элементы даже впервые используются и на прогрессовском оборудовании, то есть информатизация все-таки идет. То есть двигательная установка у нас проверяется, пневматические испытания проводятся через компьютер. То есть она тоже, можно сказать, единственная у нас такая система. Ни в Плесецке, ни в Байконуре, ни в Гвиане ее нет. Тема уникальна, что опыт трех космодромов сделан в одном космодроме. Ну а теперь вернемся к башне обслуживания, к мобильной башне обслуживания. В слове «мобильной» скрывается ее главный смысл. Как мы уже отмечали, подобное сооружение имеет аналоги. В частности, мобильная башня космодрома Кубу, которую тоже построили российские специалисты. Но там облегченная конструкция, а здесь монстр весом в 1600 тонн, который способен работать при температурах ниже минус 40 и выдерживать порывы ветра до 35 метров в секунду. Это максимально, на что способна природа в этом регионе. В чем суть? Вот сейчас ракета уже практически готова занять свое место на стартовом столе. Она подъедет туда и примет вертикальное положение. Затем башня приблизится к ракете и буквально обнимет ее. И затем начнутся работы по подготовке носителя к старту. После того, как эти работы будут закончены, вся башня отъедет на безопасное 100-метровое расстояние. Причем ее движение обеспечивают как основные двигатели, так, в случае чего, и запасные. Скорость движения башни 12 метров в минуту. Так что за 10 минут колосс отходит на безопасное расстояние. Однако даже там присутствие такой огромной башни ощущается. Наверное, можно отметить слезвую особенность, которая даже реализована не только при эксплуатации, но и даже на этапе проектных работ, которые проводились и были учтены в этом случае. Использование башни обслуживания большой и крупногабаритной конструкции оказывает влияние на обтекание ракеты-носителя потоком воздуха. То есть это влияние было учтено, проверено, были проведены аэродинамические продукты в аэродинамических установках «Синемаш». Это учтено и отражено в конструкции. Поэтому это влияние учитывается как в Янском космическом центре, так и с космодромом «Восточный». Но в целом само наличие сооружения практически не изменило регламент подготовки ракеты к старту. Регламент, к слову, отработанный на протяжении 60 лет. Ну, регламент подготовки этот сильно не изменился. Единственное, поменялись немножко по порядок регламента, в связи с тем, что там мобильная башня просто разводится по бокам, здесь нужно ее отводить в сторону. Вот. И упростились работы внутри мобильной башни, так как это уже все стационарно, не надо разбирать, закреплять, подвешивать эти все конструкции, так как будет развод фермообслуживания. Здесь оно все на месте, аккуратненько уложили, мобильная башня отошла на безопасное расстояние, и все в норме. Впрочем, кое-что в регламенте пришлось изменить. Башня потребовала наличие отдельного плана по эвакуации в случае аварийной ситуации и обеспечения системы вентиляции для удаления испарения жидких кислорода и азота. К слову сказать, если башня обслуживания на стартовых площадках лунной ракеты «Н-1», а затем «Энергии», «Протона», а теперь «Ангары» подразумевались изначально, то в случае с «Союзом» применение башни обслуживания было мерой вынужденной. Дело в том, что досборка «Союзов» и их вывоз на стартовую площадку происходят горизонтально. Так повелось еще с ракетой Р-7, выводившей первый спутник. Вертикальное положение ракета принимает уже на стартовом столе. А вот европейские и американские ракеты по большей части собираются вертикально и не рассчитаны на горизонтальные нагрузки. Вышла нестыковка. На горизонтально лежащий «Союз» невозможно было смонтировать французский спутник. В результате родилась комбинация. По принятой технологии ракету вертикализируют прямо на старте и уже затем монтируют головную часть. Вот для этого и построили мобильную башню. Но на Восточном башню сооружали не как вынужденную необходимость, но как неотъемлемую составляющую стартового комплекса обновленного «Союза». Первым носителем, который стартовал отсюда снова космодрома Восточный, был проверенный «Союз». Да и дальше здесь некоторое время будут работать с этой ракетой. Но «Союз» — это все-таки уже история. Это начало. Ведь именно эта ракета является эволюцией знаменитой Р-7, которая выводила в далеком 1957 году первый искусственный спутник Земли. Так что свое будущее здесь, на Восточном, видят совсем с другой ракетой — с «Ангарой». Здесь будет построена новая стартовая площадка под «Ангару» легкого, среднего и тяжелого класса, а впоследствии и под сверхтяжелую модификацию. Однако история появления «Ангары» связана с другим космодромом — Плесецком. После развала «Союза», когда «Восточного» еще и в проекте не было, а «Байконур» остался за границей, именно площадка в Архангельской области оставалась единственной надеждой России на продолжение пусков ракет среднего и тяжелого класса. На Капустином, Яру и Ясном таких возможностей не было. «Ангара» сама создавалась уже как новый носитель новой страны. Решение о создании ракетно-космического комплекса «Ангара» было принято в 1996 году. Как раз в момент, когда «Союз» развалился, Россия остановилась, нужно было принимать решение, понимая о том, что с Казахстаном мы все равно рано или поздно уйдем, а может быть не уйдем, но нам нужно иметь независимый доступ в космос. В то время из территории космодрома «Плесецк» нельзя было запустить космический аппарат определенного веса на определенные орбиты, особенно на геостационарные орбиты, другими носителями. «Зенит» прекратили строить, «Союз» не способен выполнить эту задачу, поэтому было принято решение создавать ракетный комплекс «Ангарабны». Ну и, конечно, на территории Плесецка. Решение принималось очень серьезно, и основная роль в этом отвелась предприятием военно-промышленного комплекса, ГНПЦ «Имени Хродичева» — создание непосредственно самого носителя. Но если брать по истории создания носителя, то Россия пошла по очень интересному варианту. Создавали «Ангару» как универсальный носитель. Сначала мы понимали о том, что нужно будет выполнять какие-то задачи носителям более легким для выполнения задач по запуску космических аппаратов на низкие орбиты, легкого класса космических аппаратов. Ну и тем самым, наращивая сами модули для ракеты, мы создадим носитель, способный выполнять весь спектр задач по запуску космических аппаратов. Малоизвестный факт, но первая ступень «Ангары» испытывалась в рамках российско-южнокорейской программы и обеспечивала запуск носителя «Наро-1». Результат этого сотрудничества — контракт с «Сеулом» на поставку ракет «Ангара». Но полноценные испытательные пуски «Ангары» прошли в Плесецке. Причем было решено не строить новые стартовые площадки под «Ангару», а использовать инфраструктуру ракеты «Зенит», адаптировав и перестроив ее под новую универсальную ракету. Другое дело, что сегодня это решение с точки зрения экономики кажется спорным. Возможно, дешевле было бы просто все строить с нуля. Но это уже задним умом. Тогда, наверное, это было обосновано. Были уже основные сооружения построены, основные системы были сделаны для ракетного комплекса «Зенита». А так как у нас и «Зенит», и «Ангара» имели один вид топлива, и керосин, и кислород, то, по-принципе, можно было выйти из этой ситуации, как казалось тогда, с менее затратами. И вот было принято решение именно строить на данном месте, в данной части площадка, 41-я площадка, 35-я площадка, в последующем назвали «Ангарами». Но самое примечательное здесь вот в чем еще. Когда в далекие 50-е годы закладывался полигон, когда строилось первое ракетное соединение, условное наименование было тоже «Ангара». И вот эта площадка, она как раз и является прородоначальницей ракетных войск объекта «Ангара». И вот на сегодня нам это, конечно, символично, что так оно случилось. В этой истории важно помнить и о том, что строительство наземной инфраструктуры сильно отставало от создания самой ракеты. И если ракета рождалась долгих 19 лет, то возможности для ее пуска были созданы за последние три года. Мы сравниваем работы, которые были выполнены в 12-м, 13-м, 14-м году с объемом тех работ, которые в свое время большущая страна Советский Союз сделали на Байконуре по подготовке пуска ракеты «Энергия» для обеспечения пуска многоразовой системы «Буран». Примерно в таких же условиях все так же было. И вот именно благодаря самоотверженности людей. И люди это сделали. И больше того скажу, на начальном этапе в 12-м, 13-м году очень многие люди не верили в то, что мы это сможем сделать. Но совместно с кооперацией промышленности мы доказали всему миру, если Министерство обороны за что-то берется, оно обязательно его выполняет. И как тому пример, в назначенное время мы выехали с ракетой на старт для испытания и, конечно, для пуска. 27 июня 2014 года «Ангара» была готова к старту. Но автоматика остановила обратный отсчет за 1 минуту 19 секунд до пуска. При этом в Плесецке приняли уникальное по смелости решение устранить проблему с собственными силами. И не будем забывать, что речь идет не о серийном, а о первом, единственном экземпляре, опыта работы с которым просто физически не было. Здесь на космодроме, в условиях космодрома мы приняли, на мой взгляд, тогда уникальное решение, дабы сократить время доставки ракеты на завод, там ее разборки и так далее, и так далее. Мы в условиях космодрома провели полный ремонт ракетоносителя, повторные полные испытания, и уже через две недели мы провели успешный пуск легкой «Ангары». Это как раз и говорит о том, как люди хотели выполнить задачу. Они, откровенно говоря, ночами здесь сидели, мы работали не в три смены, не в четыре, работали столько, сколько было необходимо, чтобы выполнить поставленную задачу. «Ангара-1-2ПП» ушла со старца 9 июля 2014 года. «ПП» — это первый пуск. Ракета строго по программе прошла по баллистической траектории до полигона Курана-Камчатки. А 23 декабря того же года, уже в абсолютно штатном режиме, прошел пуск «Ангары-А-5» тяжелого варианта ракеты. Причем, что интересно, к пуску она была готова уже в ноябре, и в Плесецке просто ждали команды из Москвы. Однако у «Ангары» впереди еще долгий путь к тому, чтобы нести постоянную нагрузку по доставке в космос спутников. Так что старый проверенный «Союз» еще рано отправлять на пенсию. «Союз» будет существовать параллельно с «Ангарой» очень долго, потому что «Ангара» — это ракета будущего, это тяжелый носитель, это тяжелый носитель. Пока будет идти отработка, и под «Ангару» будет своя нагрузка, будет своя нагрузка. Под «Союз» тоже будет еще очень долго, тоже своя нагрузка. Справедливость ради заметим, что несмотря на внешнюю схожесть и общую концепцию, современный «Союз» второго десятилетия 21 века радикально отличается от того, что создавалось Сергеем Павловичем Королевым в середине 50-х годов. Современная эволюция самого массового носителя в истории человечества «Союз-2» — уже принципиально иное средство доставки космических аппаратов. Во-первых, двигатели модернизированы на первой ступени, на третьей ступени совершенно новый двигатель. Система управления цифровая. В то время у нас еще ракет цифровых не было, у нас она уже цифровая. Это сразу высокие требования по точности, по возможности обеспечения, опять же, выигрыша в весе, потому что все это легче. Ракета другая сейчас стала. Это вот некоторые говорят, это вот старая ракета. У нее новая совершенно система управления, цифровая, причем давно, раньше многих наших систем. Телеметрическая система новая. Она выводит сегодня на орбиту. Порядка, если даже брать, ну, относительно того времени я вообще не буду говорить. Относительно этого времени сейчас где-то порядка 7,5 тонн груза. Это великолепная ракета. И недаром европейцы, когда у нас возник вопрос о том, каким образом бы нам вклиниться вот эту мировую программу по использованию ракет, они приняли эту ракету. И тогда вот было создано российско-французское общество «Старсэм», которое продвигало ее где-то. И постепенно развиваясь, появился космодром в Куру, во французской Гвяне. В параллель, кстати, шла на конкурсной основе попытки австралийцев в Австралии организовать стартовый комплекс для этой ракеты. Почему? Дешевая сравнительно. Очень легко готовится. Технологический цикл подготовки достаточно прост, надежен. По надежности ракета, вроде бы, хотя говорим, сложная якобы схема, она отработана прекрасно. Для техники современной и той, которая тогда уже была, аварий не так было много. У нас она наиболее сегодня надежная ракета в мире. Поэтому она и живет. Сегодня разработкой новых модификаций «Союзов» занимается ЦСКБ «Прогресс» в Самаре. В прошлом авиационный завод, главный поставщик легендарных штурмовиков «Л-2» в годы Великой Отечественной войны, в 1956 году получил задание освоить сборку первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты «Р-7». Сегодня это не только сборочная площадка, но и полноценное конструкторское бюро, которое освоило не только ракетную технику, но и разрабатывает и собирает автоматические орбитальные аппараты. Но «Союз», конечно, здесь главное и любимое детище. Этот цех можно назвать историческим. Он еще помнит туполевские бомбардировщики Ту-16. Когда в 1958 году здесь начали осваивать ракету «Р-7», сборка самолетов и баллистических ракет несколько месяцев шла параллельно. Но уже вскоре Куйбышевский завод полностью переключается на ракетную технику. За 60 лет здесь собрали около 2000 «Р-7» «Востоков» союзов. Одних союзов сделано более 1800. Разумеется, пик производства, когда делали по 30 с лишним ракет в год, приходится на 70-е. Ведь тогда спутник на орбите жил недолго, и необходимо было постоянно поддерживать группировку наших военных космических аппаратов на орбите. Так что пуски были делом регулярным. Но и сегодня, когда жизни космического аппарата гораздо дольше, завод к поведению стоит. Ведь не стоит забывать, что если еще в начале 2000-х годов было всего две площадки в мире, откуда стартовали союзы, это Плесец и Байконур, то сегодня их четыре. Есть еще космодром Куру французской, Гвиане, построенный под союзы, и новый космодром Восточный. И что интересно, несмотря на то, что сборка союзов сегодня носит полноценный серийный характер, каждая из этих площадок, каждый из этих космодромов имеет свои особенности. И ракету нужно готовить под конкретные условия запуска. Так что производство вроде поточное с одной стороны, а с другой штучное, индивидуальное. Для Гвианского космического центра был проведен комплекс работ, соответствующая адаптация к условиям Гвианского космического центра. Там свои условия, свои особенности. То есть там свой климат, своя температура, влажность. Поэтому был проведен комплекс работ, позволяющий эксплуатацию в Гвианском космическом центре. Но на космодроме Восточный также свои особенности. Это новый носитель. Он имеет свой индекс, так же, как и в Гвиане. И на нем был реализован ряд улучшений, которые в дальнейшем будут использоваться и на других носителях. Здесь у нас применена новая цифровая вычислительная машина, приведены новые химические источники тока, облегченная БКС, установлена бортовая система видеоконтроля. Поэтому для космодрома Восточный это, можно сказать, новый носитель. А на подходе еще одна новая ракета, еще один перспективный носитель, который тоже называется «Союз». «Союз-5». Но у него уже совсем другая архитектура, напоминающая скорее ракету «Зенит». Впрочем, на этом сходство заканчивается. В части ракеты-носитель – это новый носитель с новыми характеристиками. Да, он адаптируется к условиям наземной инфраструктуры, наземного комплекса, стартовой площадки. Он где-то может быть идентичен по этим связям земля-борд. Но в части самого ракета-носителя – это новый носитель. У него совершенно отличается и блок первой ступени, и блок второй ступени. Используются другие двигатели на второй ступени. Поэтому с точки зрения ракеты-носителя это совершенно новый носитель. Но что интересно, и «Союз-5» не позволит сразу отправить в отставку «Союз-2». «Союз-5» – это машина большего класса. Она разрабатывается в рамках использования на космодроме Байконур. В том числе рассматривается возможность ее использования на комплексе «Морской старт». И она планируется для запуска нового пилотируемого корабля. И в размерности грузоподъемности она занимает несколько другой класс. Пока новые носители «Ангара» и «Союз-5» будут учиться летать, нынешний «Союз-2» продолжит выполнять свою работу в полном объеме. Более того, линейка этих проверенных носителей будет расширяться. Возвращается потребность в небольших ракетах. Нас ведь не удивляет то, что наши мобильные устройства становятся меньше и легче. А ведь это космические технологии спускаются на Землю. Легкие долговечные источники питания, полимеры, нанотехнологии все активнее находят свое применение на космических аппаратах. И то, что раньше весило несколько тонн, сегодня весит несколько граммов. Несмотря на схожесть названия, «Союз-5» не имеет ничего общего «Союз-2» не является ни его прямой эволюцией, ни его заменой. Это разные носители, хоть и оба они способны выполнять пилотируемые полеты. А «Союз-5» будет ориентирован уже под новый пилотируемый корабль «Федерация». За «Союзом» остается хорошая ниша. Это ниша носителей легкого класса. Тренд на компактизацию спутников существовал всегда. Ведь чем легче космический аппарат, тем дешевле обходится его вывод на орбиту. Но по-настоящему небольшие, непилотируемые космические аппараты удалось создать только сегодня. Ну а легкому спутнику нужен легкий, самое главное, дешевый носитель. И вот здесь очередная эволюция «Союза», «Союз-2В», который сейчас собирают за моей спиной, становится как никогда актуален. Интересно, что эта ракета будет очень напоминать ту самую первую «Королевскую семерку». Правда, только внешне. И правда, нужен ли башенный кран, чтобы поднять пакет молока? Сегодня «Союз-2.1А» будет уже идти со следующего года как штатная для запуска пилотирования. До этого «Союз-2ВГ» шел, а тут будет он. Почему? Потому что нужно для пилотированных запусков пройти энное количество экспериментальной отработки и так далее. И так просто раз, пошел, нет, не получится. Это нужно иметь. Второе. Вот знаете, что нам повезло с европейцами? Они в свое время имели «Ариан-4» и «Ариан-5». Они пошли на тяжелую ракету. Психология была такая. Будем сразу делать, ну вот тут, сразу несколько спутников. А дальше один спутник успел, второй поотстал, третий тоже. А пускать-то надо. И вот тут мы оказались кстати. Это нам повезло. Вот я думаю, что нам и нашему тут вот сообществу космическому, российскому, хватит ума, чтобы не попасть в это я. В ближайшие годы ожидается обострение конкуренции на рынке средств доставки автоматических аппаратов на орбиту. Космос становится доступнее. Сегодня на околоземных орбитах свыше 970 аппаратов, операторами которых являются 44 государства, в числе которых, например, Лаос, Ганна, Маврикий, Королевство Тонго, Бермуды. И каждый год на 20-30 спутников становится больше. Однако подавляющее большинство этих спутников выводятся с космодромов России, США, Китая и Европейского космического агентства. И вот здесь стоимость багажной квитанции имеет решающее значение. Было принято решение модернизировать двигатель первой ступени и новую систему управления. Сделали, выиграли где-то порядка 350 килограмм без полезного груза. Затем новую третью ступень с новым двигателем, сложная работа, модернизация опять на основе того опыта системы управления и так далее, выиграна более тонны без полезного груза. Вот вам. Сегодня опять есть предложения. Они также продолжаются в совершенствовании системы управления, вычислительных техники, кабельной сети, ну и конструктивы. Поэтому я думаю, что еще семерка будет долго достаточно жить. Она дешевая по сравнению с другими ракетами. По крайней мере, вот мы, когда начинали в 90-х годах пытаться продвинуть ракету на вот мировой рынок, то стоимость нашей ракеты это был выигрыш нашей вот российский. Итак, вот они, основные атлеты ближайшего будущего российской космической сборной. В легком весе «Союз-2.1» и «Ангара-1.1». В тяжелом — «Ангара-5». В среднем — «Союз-2» и «Союз-5». Именно с последним связан и следующий этап российской пилотируемой программы. Уже в 2021 году этот носитель в беспилотном режиме должен вывести на орбиту новый корабль «Федерация», который приходит на сцену «Союзов». А на 2023 год запланирован первый полет «Федерации» с космонавтами на борту. Мне доводилось бывать в «Союзах». И вот если туда ты залезаешь, то сюда, в «Федерацию», ты входишь. Это как микролитражный автомобиль и автобус. Вот такая разница. Здесь 4 ложемента. Но в принципе «Федерация» рассчитана на 6 человек. Правда, в 4-х местной конфигурации она берет 500 килограммов груза. В 6-ти местной — чуть меньше. Но, что очень важно, это многоразовый корабль. В отличие от одноразовых «Союзов», «Федерация» рассчитана на 10 полетов. Ну а мягкость приземления обеспечивает специальное посадочное устройство. Но, что очень важно, «Федерация» — это первый в истории космический корабль, в котором есть полноценный санузел. До сих пор это удобство было доступно только на орбитальных станциях. Кстати, на новых американских «Орионах» эта весьма полезная опция будет недоступна. И, между прочим, санузел — это неспроста. Дело в том, что автономия нашего корабля беспрецедентна. 30 суток без стыковки с орбитальной станцией или другим космическим аппаратом. Именно с «Федерацией» связано возрождение российской лунной программы. На 80% корабль состоит из композитных материалов. Снижение собственного веса позволило существенно повысить его грузоподъемность. При взлете экипаж будет испытывать перегрузки не выше четырехкратных. При штатной посадке это будут максимум 3G, что, опять же, заметно ниже, чем на «Союзах». Итак, вот оно, будущее. Его уже можно потрогать руками. И им бы по праву гордились те, кто 60 лет назад отправил на околоземную орбиту 83-килограммовый блестящий шарик, который бодрым бип-бип известил миру о начале новой космической эры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok